В Русской Православной Церкви в день праздника Введения Пресвятой Богородицы 4 декабря 1917 года произошло судьбоносное событие. На Всероссийском Поместном Соборе было восстановлено патриаршество. Предстоятелем Русской Церкви был избран патриарх Тихон. Традиционно в этот день глава Русской Церкви совершает молебен в Донском монастыре у мощей святителя Тихона. Ровно 96 лет назад, 4 декабря 1917 года, святитель Тихон взошел на патриарший престол. Восстановление патриаршества после более чем 200-летнего перерыва позволило сохранить русское православие, даже несмотря на жестокие гонения атеистической власти в 20 веке. В этот памятный день десятки православных людей пришли на молебен в Донской монастырь, который состоялся у мощей патриарха Тихона, прославленного в 1989 году в лике святых Церкви Русской. Трудно даже представить, какой крест был на плечах святейшего Тихона. Потому что, сознавая свое богоизбранничество, он не мог не сознавать и ответственности, которая на него была возложена за состояние народа. И своими глазами видел, что с народом происходило. Как еще те, кто вчера посещали храмы, сегодня стали сбрасывать кресты из куполов, закрывать святыни, убивать священнослужителей, глупиться над верой и над церковью, ядом пропитывать сердца и умы молодежи. Патриарх Тихон действительно возглавил Русскую Православную Церковь в один из самых сложных периодов ее истории – в годы Гражданской войны, разрухи и богоборчества. Церковь подвергалась репрессиям и гонениям. Со всех концов страны патриарху приходили сообщения о преследовании православных христиан. Он продолжал проводить в столице грандиозные крестные ходы и службы в храмах для поддержания в народе религиозного чувства. Несколько раз на святителя Тихона совершались покушения. Он подвергался заключениям и домашним арестам. Донской монастырь имел большое значение в жизни патриарха Тихона. Здесь он работал, жил, молился и принимал многочисленных верующих. Впоследствии за такую безбоязненную и принципиальную позицию в защиту церкви и православного народа патриарха Тихона большевики заключили именно здесь, под домашний арест. 5 апреля 1925 года патриарх Тихон совершил последнюю божественную литургию в церкви Большого Вознесения, а 9 октября его не стало. Предстоятель был похоронен в Донском монастыре, а его мощи и по сей день хранятся в обители. Сегодня нужно особенно молиться святителю Тихону, чтобы он дал мудрость, спокойствие, духовную силу всем тем, кто в церкви несет ответственность за ее жизнь, за ее служение, за ее труды. А также молиться надо святителю Тихону и о властях, и о воинстве, и о всем народе нашем, чтобы он, предстоя Господу, ходатайствовал пред Ним, чтобы возрождение Руси не пресеклось. Руси не пресеклось.